Друзья мои, всем добрый день. Сегодня я хочу поздравить вас с Рождеством Крестовым. Пусть все будет прекрасно в вашей жизни и дом в вашем годе всегда полной чашей. Сегодня я хочу рассказать, какие у меня будут эксперименты в этом году и что я еще удумала. Друзья мои, вот перед Новым годом мы получили посылку с сестрой из интернет-магазина. Я его не рекламирую и в конце покажу визитку. Если кого-то заинтересует эта тема, то милости просим в тот интернет-магазин. Что я хочу сказать, друзья мои. Я очень, когда начинала заниматься огородом, очень много смотрела каналов на ютубе про огород. И поняла сегодня, пришла к такому выводу, что голова пухнет, а результат будет или нет, не знаю. Поэтому на сегодняшний день я только смотрю два канала по теме сад и огород. Это «Дачные советы» со Светланой и «Сад и огород своими руками» с Валерой. Где все рассказывается четко, конкретно, без всяких выдумок и профессионально. С огородом, с каналом «Сад и огород своими руками» я познакомилась вообще очень давно, года четыре назад. Видела, как там Валера растет. Ну, действительно, получает результаты, всегда рассказывает четко и профессионально. В месяце полтора назад у него вышел ролик о подкормках, который он делает и будет делать. Очень интересный ролик, всем рекомендую его посмотреть, ссылку я на него оставлю. Очень интересно для начинающих огородников, да и не только. Очень просто он рассказывает и конкретно про формулу НПК, это азот, фосфор и калий, как знаете. И по-простому, если там у него сказано, что Н-азот – это костик, П-это фосфор, корень, подкормка, и К-калий – это плодоношение и цветение. Вот. И показывает, какие он использует удобрения на различных стадиях развития. Вот. Посмотрев этот ролик, мы с сестрой решили все-таки тоже приобрести эти, по его рекомендациям, эти удобрения. Вот. Что же он использует за удобрения? Он использует, он не рекламирует их, но понятно, что он использует удобрения «Мастер». Это одно из самых популярных и действенных удобрений от итальянской фирмы «Валагра». Оно очень хорошо растворяется в воде, поэтому его используют в капельном поливе очень активно. И, ну, да, в капельном поливе. В принципе, и так можно, соответственно, его использовать. Так, что я еще хочу сказать? Ага. И вот у него формулы там, значит, представлены. Это... Вот они здесь у меня присутствуют. Так, на начальной стадии у нас у него идет подкормка. Вот я взяла формулу вот такую удобрения «Мастер». Именно мы нашли. Это 13, 40, 13. Дальше 18, 18, 18. И «Плантофол». Валагра не было мастера с большим содержанием калия. Это «Плантофол». Друзья мои, что для чего там он хорошо и профессионально рассказывает, посмотрите. Также есть удобрения. В России выпускается по лицензии. Это удобрение называется «Агромастер». Можно поискать в интернет-магазинах и, в принципе, его приобрести. Или «Плантофит». «Плантофол» идет очень хорошо для листовых подкормок. Просто растворимый хорошо. И вот, в частности, про вот это удобрение могу сказать, что, значит, идет оно для наземной части различных культур хорошо. Вот благодаря своей особенности полностью растворяться, можно использовать в капельных поливах и для листовых обработок. Подкормок, друзья мои. Этот продукт не содержит натрия, хлора, карбонатов и имеет очень высокую степень химической чистоты, что является решающим фактором эффективности листовых подкормок. Содержит также элементы в хилатной форме. Цинк, медь, марганец и железо. Применяется в период активного роста растений. Ну вот, вот такую линейку я подобрала на сегодняшний день. Значит, это фирме Валагра, мастер, формула 18-18-18, 13-40-13 и плантофол 5-15 из 45. Также он активно использует монокалий фосфат, присутствует у меня, кальциевую селитру. И калийные удобрения у него идут. Ну, так как у меня всё время жируют, у меня калий серно-кислый. То есть здесь только калийное чисто без азота удобрения. Плюс янтарная кислота, тоже для роста корневой части. Вот, друзья мои, вот эти, начну сейчас использовать эти удобрения на наших устомах. То есть возьму одну посудинку, там 10 штучек у меня, и буду конкретно по схеме Валерины подкармливать именно вот этим удобрением. Будем смотреть, как это отразится на развитии. А потом, видимо, в одной из теплиц я буду томаты всё-таки подкармливать немного вот именно этим мастером. Значит, расход идёт небольшой, то есть этого килограмма хватит надолго. Валера предлагает схему 20 грамм на 10 литров. Даже иной раз говорит и 10 грамм на 10 литров достаточно, и по одному литру под растение. По поводу того, что это минеральные подкормки, я что хочу сказать. Сестра занимается уже огородом лет 40, и она проходила всё. В частности, и органическое земледелие. Было такое поголовное увлечение. Тоже она в течение трёх лет пыталась экологически совершенно чистую вырастить продукцию. Но в нашей Ленинградской области ни к чему хорошему это не привело. Только огромные урожаи падали, так сказать. И она пришла к выводу, что нужно, значит, как и органическим подкормки делать, точно так же и минеральные. Ну вот я для себя выбрала как бы лучшие. Конечно, хорошие в нашего Буйского завода удобрения тоже. Но, друзья мои, мне вот хочется именно попробовать вот эти удобрения. Вот я их нашла в интернет-магазине в одном. Вот покажу визиточку этого магазина. Нам выслали, друзья мои, упакованные, в пакетах развешенные. Потому что удобрения приходят в больших упаковках. Пересыпала я из пакетов вот в такие банки. Обязательно нужно, что боится влаги. Удобрения высокорастворимые. Хорошо растворимые, еще в хилатной форме. Вот здесь вот еще. Вот она, мастер. Вот такого вида. Конечно, результаты у меня в прошлом году хорошие были по томатам. Но хочется, чтобы было еще лучше. Вот одну теплицу буду смотреть. Вот такое. Ну, если что-то вот непонятно, друзья мои, спрашивайте. Вот оно, видите, удобрение такое. Очень боится влаги. Да, не дешевый, но расход маленький и эффективный. У Валеры очень шикарные результаты. Какие у него томаты стоят, огурцы. Вот попробуем, посмотрим, что у нас. В Валере, немножко другой климат. Вот, все-таки Луганская область сильно отличается от Ленинградской области. Поэтому вот мне интересно. Будем смотреть. Ну, вот так же. Там интересно вообще в этом магазине. Приобрела вот, видите, 9 литров кокосовый субстрат. Не знаю, буду использовать или нет. Хотя он идет для овощных и декоративных культур. Из экологически чистого кокосового торфа. На 9 литров. Меньше 100 рублей стоит. Вот, рассказала вам о своих приобретениях, о своих мыслях, о своих идеях на этот сезон. Вот, если кого-то что-то заинтересовало, друзья мои, спрашивайте. Я с удовольствием отвечу. Ссылку на Валерин ролик я оставлю. Очень интересно. Но всем рекомендую посмотреть, друзья мои. Всех еще раз с праздником. Всем всего самого хорошего. До свидания. Продолжение следует.